За год силами Днестровско-Прудского центра Российского института стратегических исследований было организовано и проведено более 20 различных мероприятий социально-экономической и научно-исследовательской направленности. Среди таких наиболее значительных достижений можно назвать воссоздание ДОСААФ в Приднестровье, создание молодежного движения «Звезда» и, в общем-то, заключение между ДОСААФ ПМР и ДОСААФ России соглашение о сотрудничестве в рамках этого проекта, в рамках этого соглашения в Приднестровье уже в прошлом году, в июне месяце, прибыли 4 карта. Соответственно, такой техники у нас еще в республике до сих пор не было. Кроме того, в прошлом году 30 приднестровских детей в России посетили Всероссийский детский центр «Орленок». Также Днестровско-Прутский центр «Ресси» организовал и провел футбольный турнир «Легенды Спартака». Центром также была проведена научная конференция, посвященная 70-летию Яско-Кишиневской наступательной операции советских войск в Молдавской ССР. Большое внимание центр уделяет обмену опытом с молодыми учеными Приднестровья. Кроме того, Днестровско-Прутский центр «Ресси» при поддержке Министерства иностранных дел ПМР реализовал целый ряд социальных, научных и благотворительных проектов. Работа, проведенная нами за прошедший год официальной деятельности центра «Ресси», на мой взгляд, была эффективной. Главным критерием этого являются положительные отклики жителей Приднестровья на наши конкретные шаги по улучшению жизни населения в различных сферах. Хотел бы отметить, что этого невозможно было бы достичь бесплоченной работы с Министерством иностранных дел ПМР и других министерств и ведомств. Данное взаимодействие продолжается и в этом году. Непростая экономическая и геополитическая ситуация в регионе является для нас дополнительным мотивом в работе. По словам специалистов Приднестровского МИДа, сейчас идет работа по планированию деятельности Днестровско-Прутского центра в 2015 году.